Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Это я, Шурастон. И сегодня у меня волшебный мукбанг. Супчик с лентилом. Спайс суп с лентилом и помидорчиком под наклоном, чтобы он на вас весь бедный вылился. Потом у меня супер багет на гриле подогретый. Да, да. Бекон, зашкворчавший. И болгарский перчик, паприка. Подогретый на гриле. Такая вот несовместимая эклектика. Вот такая у меня эклектика. Подписывайтесь на этот канал. Оставляйте комментарии под этим видео. Сливки. Ставьте лайк этому видео. Делайте репосты. Бейте в колокольчик, чтобы первыми приходить на мои видосики. Значит, подписывайтесь на мои все соцсети. Покупайте коллаборации. Мерчи. Поздравления. Что еще? Любите меня. Я очень вас прошу. Любите меня. Потому что я уже, знаешь, не могу. Я уже не вывожу. Мне так нужна ваша любовь. Я очень нуждаюсь в вашей любви. Любите меня. Умоляю. Я так нужна из вашей любви. Мукбанг первый раз за пять лет. После того, как я триумфально победила YouTube своими мукбанками, которых было всего лишь пять. Было всего лишь пять. Понимаешь? Или сколько там? И люди просят уже. Десятый год люди просят. Мукбанг наконец-то я созрела. Я созрела вам по мукбанщить. Ммм. Суп интересный. Ммм. Жареный бекон там вообще супер. А запивать я это буду? Поскольку я зожница. Забивать я это все буду минералкой. Итак, что я от вас скрывала? Что я от вас скрывала все это время? Я переехала. Я уехала из Лондона. Какая трагедия. Падшая бобенка. Понимаешь? Пока всякая провинциальная какая-то челядь покоряет Лондон. Понимаешь? Спит за день. Живет богато. Ходит на вечеринки рейвы. Ваша покорная слуга, то бишь я, уехала из Лондона. Что от вас я скрываю? Это кошмар. Короче, я уехала из Лондона. Я последние два года плохо снимала контент. Возвращалась на YouTube несколько раз. Последний раз это был конец мая, начало июня, где я решила снимать прогулки по Лондону. В то время, как все люди планеты просят меня мукбанки снимать. Очень вкусно, не могу. В то время, как все люди планеты просят меня снимать мукбанки, я снимаю прогулки по Лондону. Они получились очень классные, очень атмосферные. Заходите, смотрите. Ну, июль-август я опять пропала с радаров. У меня были тяжелейшие годы. Мне было трудно снимать контент. Во-первых, я сидела на антидепрессантах. 22-й год весь. Но я туда и снимала, кстати, вроде норм. Александр Николаевич, Саша туда, Александр Николаевич. Вроде стримы были, Геншин. Короче. у меня погиб, ой, погиб, умер отец в мае 22-го года. Я до сих пор не могу прийти в себя. В мае месяце у меня погиб на войне племянник. Мне так тяжело сейчас. поставьте мне лайк. У меня была интенсивная терапия. Наконец-то я поняла, что нужно заниматься саморазвитием. потому что уже по старым лекалам жить я не могу. 23-й год. С июня месяца, с конца июня я начала ходить на рейвы. Увлеклась культурой рейвов. В общем, лето 23-го года я просто гуляла в лесу, загорала в лесу, дышала воздухом. И я не могла прийти в себя. Мне было даже немного страшно. Вернусь ли я на YouTube? Или нет? Смогу ли я сделать еще кружочек? Или нет? Разбитая горем, потерявшая все родственников, рекламодателя, часть подписчиков от меня ушла. Я кое-как существовала. Плюс Лондон. Хочу сказать минус Лондона в том, что можно выйти в 9 утра из дому и вернуться через 3 дня уже знаешь, в 9 вечера. Или в 9 утра опять. И то не самой. Я там столько тусила. Но тусила я знатно. Конечно же, я считаю, что экспириенс жизни в какой-то очень огромной столице, Лондон, Нью-Йорк, Париж. Это важно. Это испытание. Это рабочая тема. Это испытание нервов, эмоций, здоровья и вообще испытание на скурвленность. Я не могу сказать, что скурвилась. плюс мой прекрасный бассейн на той квартире, в которой меня снимала Шихман. И речка лучшая. Поверьте, когда прекрасная погода, бассейн был мой. Я тупо уходила туда до последнего лучшего солнца. Короче, в итоге я начала сомневаться в себя, начала думать, кто я, зачем я. что вообще происходит. И я начала в себе сомневаться, что я потеряла свою идентичность. Я забыла про вас, про моих золотых подписчиков. И начала думать, что у меня все позади, что жизнь уже вся прожита. Короче, я кринжевала. Я ловила кринги. Девочки, я ловила кринги. Где мои тряпки? шар. Шар. Субтитры сделал DimaTorzok Кушайте со мной. Пишите под видео, что вы кушали со мной. Короче, я вовила кринжи. Мне казалось, я уже не вернусь к блогингу. И в ноябре, значит, нет, не в ноябре, в сентябре 23-го года у меня начался тревожный звоночек. Я как настоящая ПРЛ-щица, психотерапевт, я говорила не раз. Ой, у меня заканчиваются деньги, у меня заканчиваются деньги. И в сентябре 23-го года у меня просто на счету оказалось, Типа 200 фунтов. Но за ту огромную хату я заплатила просто наперед. Я платила там наперед на 6 месяцев. Понимаете? И я В августе 23-го года заплатила до января включительно. И потом, в сентябре, мне казалось мало денег. И я начал что-то шебуршетом работать, короче, пахать. Но мне было очень тяжело. Потом я вернулась в ноябре с триумфальными стримами. Было куча людей. Бывает резиновая грудь. Я очень классно поработала зиму. Ноябрь был волшебный. Потом... А, я получила паспорт. Я получила британский паспорт, девочка. 24-го октября. Бля. Сорьки. Такая голодная. И уже... В тот же день Я полетела На семь дней К своей сестре в Италию. Которую я не видела пять лет. Прикиньте, я не видела свою сестру пять лет. У меня было воссоединение с семьей. Прекрасно провели время. Это было супер. Я встретил там хэллоуин. Сестра прекрасно меня встретила. Мы прекрасно тусили. Потом я стримила. Пела, танцевала, орала. И уже... Ммм... Еще ужасно заболела. Кхе-кхе-кхе. 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 Кхе-кхе Потому что я ужасно проследилась. И я дико... Кхе-кхе. Заболела. Дичайшим образом. Я еле жива ходила. При этом я стримила. не спала до 6 утра потом я дрыхла до 3 в 3 часа вставала туда-сюда пока накрасилась пока в туалет сходила приходила время стрима но я люблю такую рутину я тогда ухожу в работу знаешь и мне некогда думать про того что я одиноко у меня детские травмы и уже на рождество то есть на 7 января я выгорела ужасно я ужасно выгорела мне было так плохо спасибо что вы меня тогда терпели этот ужас из алиночка я не знаю так неужели я наелась мукбан только начался я уже наелась кушай дальше котик кушай и никого не слушай 22 января ко мне приехала иран я попросила шивана ко мне приехала и успокоила я была просто в ужасном сцене я была дико накручена и все ненавидела у меня была дикая тревожность и себе просто перекрыла психику в три пизды накрутила себя ира приехала мы кушали гуляли и смотрели фильмы среди которых бы наш любимый вилли вонка стима тиша лома это все кринж года этот виллионка стима тиша моя вообще я не вызову ну как посмотрела так я ни разу не вспоминала понимаете братство снега мой любимый фильм про людоедов обожаю братство снега просто прелесть кайфы реально что кайфы специи очень острый суп и специи зашли в нос и я начала прям тут вообще с ума сходить значит мы смотрели еще фильм с джулия робертс там где происходят какие-то катаклизмы и типа выходят из строя самолеты всякие типа электроприбора троллевали короче джулия робертс фильме троллевали мне кажется там не хватило бюджет на концовку потому что фильм просто прервали на середине сюжета но типа так сделано что-то задумка с режиссера меня этим не купишь я повторяю вновь и вновь не умирай любовь потом значит где-то числа 26 я оплачиваю остальные шесть месяцев за хату этому лондонского апартаменте и просто как медведь на две недели закладывают берлова то есть я снимала стримы и выходит ноль контента опять поняли то есть я такими маниакалами набежала постримила сделала 30 стримов за ноябрь декабрь и это начало января половину и потом такая она новогоднем стриме помните я днем короче начала делать стрим а потом все вечера просто заснула на стриме сказала что вернусь в итоге я не вернулась у меня температура 40 я лежала в какой-то горячий какие-то галлюцинация еще жила на высоком этаже типа на шестнадцатом и в новогоднюю ночь прикиньте летал вокруг нашего дома вертолет и приставьте у меня горячка плюс 40 я прям в макияже него нет силы вас мыть у меня будут эти выкручивают кости что я себе сделала тогда как я себя не любила и тут короче еще на пике этой гони мне в в окно прям в кровати в меня начинает вертолет светить прожектором и я думаю блять это охуенно это то что я заслужила понимаешь короче потом я закупала в спячку до февраля и уже феврале я полетела в калифорнию значит я вам хочу сказать так 24 год я не могла остановиться я была за границей уже всем раз да причем надолго калифорния 10 дней майами 10 дней индия 10 дней или 7 не помню евровидение три дня пусть будет три дня евровидение значит италия в августе опять 14 дней ровно две недели представлять короче когда снимать как-то коктейль коктейль когда снимают когда пить коктейль плюс я вернулась калкашки это было ужасно собака что я вышла опять наконец-то проработала и раз и навсегда я надо так знаешь браться за нее и заходами что бросить бухать надо заходы делать и не сдаваться карабкаться карабкаться и по и все и все таки знаете есть когда есть силовое то можно вылезть из этого не сразу куча рецидива будет с каждым разом осознанность приходит и это радует что еще я хотела вам сказать вот я была теперь в голландии у моей подруги которые не видела 12 лет три дня тоже и они планируют останавливаться и так получается что я летала февраль калифорния март индия май апрель майами май евровидение июнь июль перерыв а август италия девочки это столько там тратила когда я лечу за границу у меня какой-то начинается нон-стоп я просто я не смотрю сколько же стоит я хочу за все заплатить я хочу я хочу куда-то пойти я допустим что-то стоит каких-то непомерных денег я такая возьму возьму короче вдоль и где-то 20 мая я проснулась и мне позвонили из банка и такие говорят у вас минус а мне этот минус нечем было закрывать и я так пересрала что я плакала я как будто очнулась от астана короче welcome to borderline я просто-напросто вместо того чтобы тихонько сидеть работать знаешь с вами общаться любить вас я прохезала все без ослан без без короче остановочно и я уже поняла что август этот последний 24 год я уже не плачу опять наперед хату на 6 месяцев я уже не наскребу я пока путешествовала знаешь пока занималась своими туристическими утехами я пропустила одну главную вещь кризис в англии дикий кризис все подорожало в два уже с половиной раза и эта зима будет самая лютая в двадцать втором году я ходила лето все и капало всем на мозги сейчас после пандемии мы у нас долг там перед всеми после брексита долг перед всеми и получается что его удерживали до 20 короче третьего года ну как короче королевы наши не стала любимой все пошло в одно место и 22 год я вообще гуляла и сабо узнать я поехала в лондон я нормально культурно отдохнула когда это стало непозволительно и слава богу я нормально культурно отдохнула потом это стало непозволительно я уехала так что я нормально застала нормально все сделала винить себя не собираюсь лучше уже не было бы я поступила на лепшим образом прославляла все деньги короче и вы не поверите я пропустила этот рост цен цены выросли ужасно уже почти два с половиной раза еда стала такой дорогой боже мой как воду уши все подорожала все просто мама миа я уехала из лондона и я теперь живу в микро студио вот и все вот вам моя история я живу в микро студио боюсь вам показать вот та уже стена там шкаф тут такая микрокухня типа умывальничек и юнит такая одна полосочка если вы хотите рум-тур пишите под видео ставьте лайк этому видео там идет вам на туалет и есть еще огромная общая кухня но я там готовила два раза и там мне не нравится потому что там воняет гнилыми тряпками там всегда какой-то жир везде и возле умывальника просто такой лоток и в нем губки для мытья посуды просто прям превращенные в такие сопли жирные вонючие такие зеленые тягут как ужин фу извините что такое приятный аппетит я там готовила два раза и поняла что короче я буду готовить в своем микро юнити и никто меня не остановит что хочу сказать здесь убирать здесь стоимость включена уборка комнатки этой кельи два раза в месяц приходит девочка и драйв все унитаз пылесосит ковры перестилает это постельное белье кричит атаковать апарт хотел апарт хотел но не сумел девочки апарт хотел но не сумел я в ужасе с квартиры с огромным территория огромный балкон виды на лондон две спальни два санузла просто с футбольного поля переехала в конуру мы плохой боже счастлив начинаем а я не сразу привыкаю я козерог мне надо долго что-то на наш но как только я закончил я полностью переехала я сразу в тот же день улетела к сестре я думаю блин мне нужно как-то знаете переключиться я первого августа просто учу холок сестрицы в италии и там уже она мной занималась я опять приехала какая-то вся взболтана не собрана вся на паре или и она меня учила истину понимаешь она посмотрела на меня и и сказала половина всяких неврозов паничек от голода и она говорит сядь вкусно пожи и потрат на это хорошую такую знаешь полтора часа какой-то какой-то латте какой-то тирамису какой-то салат какой-то сыр какой-то супчик какой-то антипасе знаешь коломарчики и она была права вы знаете действительно когда ты вот так вкусно нажрешься у тебя уходит половину тревожных всяких мыслях всяких таких тяжелых грузных вещей получается спустя две недели я вернулась в эту конуру и тут чилила но мне так хотелось компенсировать это все чем-то я у нас скидки у нас как кстати кто вы не поверите кто любит шопинг на скидках у нас сейчас минус 70 летняя коллекция уже 23 сентября наследие коллекция на скидках до сих пор и цены снижают и снижают я даже сегодня прикупилась очень люблю такое короче друзья мои всем хочу сказать из этого всего вышел один большой плюс в этой апарт-отеле в этом я не знаю почему здесь просто мое место силы да я встретилась со всеми погулять да я сначала тусила там ходила бродила покупала смотрела еще что короче а потом все я тупо сел снимать контент что я вас поздравляю здесь у меня просто место силы здесь не ничего не хочет ну как хочется обязательно должна быть жизнь полноценно нужно должны быть разные аспекты жизни удовлетворена я не обессудьте я не хочу сказать что нужно игнорировать но снимая контент здесь во-первых для меня какое-то удовольствие во вторых у меня как будто поменялся подход третьих я чувствую меня есть энергия это делать так что не было бы счастья до несчастья помогло я уже сделала кучу стрима сняла 4 ковровых дорожки и я не планирую останавливаться видео по психологии золотенькие прикиньте как лошки видео по психология и вот мукбанг надеюсь вам понравился значит что я хочу сказать вот этот эксперимент с паприкой мне не понравился это кринж вроде да как вот это в тик токах как в рил с таким политые оливковым масличком такие знаешь классные на гриле овощи но это на вкус позорно скажу вам там суп миллиарды десяти бекончик жареный до хруста миллиарды здесь и хлеб миллиарды здесь и тем я хочу чтобы у нас все с вами было на высочайшем уровне и вы должны мне помочь я хочу вашей поддержки вы должны дать мне свою любовь и свою поддержку чтобы я видела что я не напрасно снимаю контент давайте возвращать меня на олимп умоляю суп съела бекон съела очень соленый хлеб съела вот это вообще клинч этот перец не могу на него смотреть я вас слав какой-то расшик теперь я выпью меня класс я я лучше теперь буду полночи и зубов доставать это все из бракета про что снять следующий мукбанк темы для мукбанка история моих бракета как я подставила что я чувствовала при этом как я с ними уже полтора года живу ротик волшебный как я летала в нидерланды давайте попробуем буду рассказывать к как как я вылетела как я села в самолет как я залетела или может долги какие-то рассказать например я вам про евровидение так и не досняла я вам я много чего обещала снимать и не досняла так что дорогие мои пишите под видео всем приятного аппетита я пошел отдыхать все мальчики бай бай я вам покажу